Всем здарова, чуваки, с вами Джел, и я нахожусь в GTA 5, и со мной сегодня Дэн Грил. Всем привет, ребята. И мы сегодня будем двумя воришками, потому что у нас рубрика Битва Вору. Ребят, короче, я быстренько объясню правила. У нас будут ровно три минуты, три минуты на то, чтобы найти машину припаркованную, чтобы там ни в коем случае не было чувака, потому что мы дальше её отберём себе. Понял, мы такие добрые воришки сегодня с тобой. Отберём себе, прокачаем, протюнингуем по максимуму, потому что у нас бюджет неограниченный. А далее посмотрим, у кого тачка получится круче в гонке и в драге. Ну что, ты готов? Тогда я сейчас приготовил себе секундомер, а то есть таймер, и засекают три минуты. Раз, два, три, время пошло, всё, погнали. Давай я направо. Направо? Ну я не знаю, я бы тоже направо побежал. Сейчас посмотрю слева, что там, есть ли тачки вообще издалека. Я сейчас с мостика так быстренько гляну. Там тачек нету, ну-ка, а вон с той стороны. Так, вон там я вижу белые тачки припаркованные. Давай. О, вот они, две тачки уже возле тут. Ну они минивены, ладно, это минивены, слушай. Тоже? Я тоже увидел, но это такие, знаете, так себе минивены семейные какие-то. Я побегу вон туда, в сторону шоссе, потому что я знаю, там много тачек могут ездить. И, в принципе, кто-нибудь там может завернуть и припарковаться на обочине. Так, тут закрытая почему-то парковка, ничего нету. Вон там парковка была, там тоже ничего не было. Ладно, перебегу на эту сторону. Это какой-то офис. Ну-ка, возле офиса нет ничего. Блин, слушай. Ты тоже около офиса пробегаешь. Да, но я возле другого, ты вообще там далеко от меня, через квартал какой-то. Так, 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 у нас тем временем уже 50 секунд, слушай. 50. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Нет, нет, тут никого нету, слушай. Я пойду тогда спрыгну. Аккуратно. Сальтуха, сальтуха. Офигеть. Ребят, ставьте лайк. Я чисто сальтуху прыгнул на ноги, ты в реке? Я уже что-то вижу, ну-ка, ну-ка. В смысле, видишь? Я еще ничего не нашел. Я побегу вдоль. О, тут пещера есть. Так, ну-ка, пещера. Надо собирать пещеру. Может, там какие-то тачки есть, слушай. Нет, я точно беру себе. Все, все, это больно. Нашел тачку уже? Да, да, да. Офигеть. Слушай, тут такая огромная пещера, знаешь? Ой-ой-ой. Опять сальтуху прыгнул. О, да ладно. Я тачку нашел. В пещере, прикинь. Да ну, это Бэтмобиль. Где ты, это? Слушай, это как... Бэтмобиль, ты прикинь. Это какая-то пещера Бэтмена. Я забежал в пещеру Бэтмена и нашел Бэтмобиль. Это какая-то другая пещера, слушай. Офигеть. Что она умеет? Ой, она стрелять умеет. А как отсюда выехать? Ну-ка. Я смогу ли отсюда выехать вообще? Жесть. Я просто, короче, бежал и случайно упал. Прикинь? Упал? Да, во-первых... Чисто на нее, да? Не, не на нее, рядом с теми. Я такой оборачиваюсь, а там она стоит припаркованная. Офигеть, кто-то заныкал Бэтмобиль целый, ты посмотри. Ого, это что это за красная такая... Посмотрите, смотри, это блин. Непонятная машина у тебя, непонятной формы. Слушай, мне очень нравится моя тачка. Я предлагаю протюнинговать нашей тачке и посмотреть, какая будет быстрее. Да, давай, поехали. Поехали тогда в тюнинг. Ребят, короче, пригнал я вот этот Бэтмобиль из той пещеры к себе. В пещеру в такой, в арену. Слушайте, сейчас буду тюнинговать его и посмотрю, какой он получится. Давайте-ка поставим на него самый мощный двигатель, который только можно. Потому что сделаем мы вообще по максимуму мощные фары. Откуда у него фары вообще? Мне кажется, вообще где они? Да ладно, вы посмотрите, откуда они выдвигаются. Это жесть, я даже не знал. Давайте сделаем какие-нибудь яркие такие синие фары. Слушайте, вот такие вот синие фары. Сделаем так, купить. Окей. Неоновый набор на Бэтмобиль ставить не будем, потому что это вообще жесть, конечно. Окраска, основной цвет. Я даже не знаю, какой может цвет идти этому Бэтмобилю. Смотрите, даже черный вместо матового глянцевый, как обалденно смотрится. Ну, слушайте, давайте покрасим в яркий цвет, потому что я сегодня буду... Ну, Бэтмен, он такой, знаете, строгий чувак, такой весь в черном. А я в ярком сделаю такой ультра-синий цвет. Ну-ка, либо ультра-красный. Есть, интересно, ультра-красный цвет? Желтый, смотрите, тоже неплохо смотрится. Так, 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 давайте быстренько посмотрим, какой цвет можно сделать. Ну, красный нет. Давайте все-таки синий сделаем цвет тачки, потому что мне он очень нравится. Либо вот такой желтый. Давайте желтый оставим, все. Черный с желтым сочетается отлично, а у этого Бэтмобиля черные колеса. Все. Желтый цвет, перламутр, конечно, сделаем тоже какой-нибудь переливающийся. Сделаем его, ну-ка, ледяной белый, слушайте. Подвеску поставим гоночную. Значит, Бэтмен будет сегодня на гоночной подвеске гонять, на гоночной тачке. Трансмиссию тоже за 40 тысяч покупаем. И турбонадуб тоже за 50 тысяч. Ё-моё, ну смотрите, Бэтмен был олигархом, я тоже такой олигарх. Их, надо такая тачку-то прокачать по стильному, по мощному. Так что все деньги вкладываем в неё по максимуму. Так, на чём мы остановились? Остановились мы на турбонадубе. Следующим делом это оружие, ракеты. Ну, давайте поставим ракеты, чтобы у нас в полном таком боезапасе был наш Бэтмобиль. Бэтмобайл. Колёса. Серьёзно, колёса можно менять? А, нет, можно их сделать пулестойкими. Смотрите, они уже стоят такие. И дым от покрышек. Ну, давайте сделаем жёлтый дым от покрышек, как у нас жёлтая тачка. И это будет смотреться довольно-таки стильно. В принципе, остались только стёкла. Стёкла мы тонируем. И вот такой чёрно-жёлтый Бэтмобиль. Вы только посмотрите. Максимум стиля. И вот такой стильный там гонщик внутри сидит, конечно, это я. И я хочу посмотреть, какой, как свою ракету, вот эту вот, я не знаю, тачка-ракета, затюнинговал Дэн Грилл. Давайте тогда выйдем и встретимся с ним. Потому что мне очень интересно, как его выглядеть будет тачка. Короче, подъехал я на пляж вот на своём Бэтмобиле. Жду Дениса. Так, я не знаю. Ну, смотрите. Блин, на солнце он смотрится вообще офигенно. Дэн Грилл, ты там едешь, да? Да. А, вот он ты. Ну-ка, ну-ка. Ничего себе стиляга. На фиолетово-розовой тачке. Ё-моё. Это анимешник, что ли? Слушай, это что такое? Вообще, я не понял. Я даже успел переодеться как-то. Офигеть, под стиль, слушай. Ничего себе. Ну, ты даёшь. Обалдеть. Ну, давай я расскажу, смотри, о своей тачке. Я её покрасил в жёлтый цвет, потому что я решил сделать стильно чёрный-жёлтый цвет. Такое, знаешь, его сочетание такое неплохое. Прикольно переливается. Тонировка чёрная. Чёрные колёса. Поставил ракеты. Турмонаддув, двигатель. Всё на максимум. О, ну-ка, арматиз... А почему у меня арматизаторы розовые, смотри, какие-то? Я не понимаю. Слушай, жесть. Ну, я не знаю. Мне кажется, тачка моя выглядит довольно-таки стильно, потому что Бэтмобиль, это какая редкость вообще надо было. Вот, чтобы в пещеру я туда попал и именно нашёл его. Тебе нравится, слушай, моя тачка? Говори серьёзно. Да. Ну, давай тогда ты свои расскажи, я убежи. Вот мне очень... Почему-то я не понимаю. Что на тебя нашёл, что ты решил сделать тачку, вот эту мощную машину, вот в таком стиле вообще? Ну, мы же выяснили то, что я анимешник. Да? Жесть. Да-да-да. Я нашёл вот такую раскрасочку на машину. Ну, ты даёшь. Ну, и вот такие дисочки жёлтенькие. Да, ну, довольно-таки прикольно, необычно смотрится, слушай. Стильно. Очень стильно, да-да-да. И давай тогда протестируем наши тачки в гонке, слушай. А, прежде чем устроить гонку, я предлагаю устроить драг-рейсинг, потому что я знаю, что у нас у двоих есть ракетная турбина, да? У тебя есть? Да. И у меня тоже вот эта вот турбинка есть, ракетная, так сказать. И посмотрим на драги, кто из нас будет быстрее. А далее мы устроим гонку уже, потому что именно в гонке мы выясним, у кого лучше, конечно, у кого больше скилла будет. Ребят, короче, мы выстроились уже вот на этой вот гоночной взлётной полосе. Гоночной взлётной, ты слышал, как я сказал? Да. Ну, для нас гоночная, а для кого-то она взлётная. Короче, давай я предлагаю так. Я пускаю ракету, и мы на взрыв ракеты с тобой стартуем. Можно использовать всё, что угодно. Всё, что есть в этих тачках. Ты согласен? Всё. Пускаю ракету. Всё, следим за врывом и стартуем. Врывом, слышал? Ладно, давай, взрыв, взрыв. Ну, всё, стартуем. Ву. Ничего себе. У меня, мне кажется, турбоускоритель по... Сильнее. Побольше. У меня второй уже есть. О, я тебя обогнал, я тебя обогнал, быстрее. Офигеть, смотри. Мне кажется, тут уже запредельная скорость у нас. Оу. Я даже в поворот не вписался. Офигеть. Тебе подозвезло. Давай устроим ещё раз, только в обратную скорость. Ой, в обратную скорость. В обратную сторону, да. Что-то я сегодня заговариваюсь вообще, сам не в себе. Так, ладно, раз, два, три, и запускаю ракету. Всё, ты готов? На первую ракету стартуем, на первую. Всё. Фу, нитро, а ты что там встал? Ладно, у меня не взорвалось. Ждал вторую ракету, что ли? Ладно, ладно, смотри, я уже успел два нитро использовать и третье, третье, вот турбоускорение использую. Ну, слушай, моя тачка в драге быстрее намного. Короче, мы встали уже на стартовую позицию, откуда сейчас начнётся гонка, и мы поедем сегодня до военной базы. То есть, она будет под мостом, там уже под военной базой проехать, развернуться и на трамплине уже запрыгнуть на неё. Ты готов, Дангрилл? Да. Всё, стартуем из этого пляжика, 3, 2, 1, и посмотрим, кто будет быстрее. Вот тут бы я не советовал нитро использовать, потому что можно в столб какой-нибудь улететь просто-напросто. Либо в машину. О, ну Бэтмобиль, конечно, мощный, вы только посмотрите на его задние колёса, это просто жесть. От первого лица это просто, я не понимаю, как Бэтмобиль тут управляет им, вообще жесть. Ё-моё, смотри, какая мощная махина у меня. Он даже разгоняется без нитро тут. Ты куда-то улетел, да, я так понял? Да. Офигеть. Ну, у меня жёлтый пляжный Бэтмобиль такой, смотри, ты меня там догоняешь, Дангрилл, где ты? Вон на фиолетовой своей махине едешь. Пора нитро использовать. Чуваки, разойди здесь. Ну да, так рвануло. Очень много чуваков. Смотри, в принципе, если нитро использовать, то я вырываюсь от тебя. Но тут такие повороты, что не всегда его можно использовать. Так, уже темнеет, кстати. Но у тебя это не заносит, а у меня вот заносит. Заносит? Не, у меня огромные колёса, которые дают большое сцепление с дорогой, слушай. Драговые колёсики у тебя есть. Драговые, драговые. Да, тут по прямой. У нас повезло, что сегодня прямая дорога, а не более извилистая дорога. Всё, мост, смотри, спереди мост. После моста нам надо будет... Тихо, ты, ты. У-у-у, жёстко, жёстко. После моста нам надо будет развернуться и запрыгнуть на трамплине. Ты сам меня таранишь, слушай. Аккуратно. Аккуратно. Давай, Денгрилл, аккуратно, давай, я тебя таранил специально. Всё, нафиг. Разворачиваюсь, 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 разворачиваюсь. Как оно трудно поворачивается. И нитро использую. Тихо, главное не перелететь. Нет, нитро обратно, обратно нитро. Нееет! Денгрилл. Жесть. Я уже там. В смысле, ты там? Да, я там. Можно мне, пожалуйста, приземлиться уже на военную базу? Нет, 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 нет. Пожалуйста, стой. Ты не бойся без нитро, ты обычным прыжком, да, залетел? Нет, вот так сделал просто. О, нифига, что ещё управлять мог. Вот всё, ты вылетел, я победил, понял? Ну ладно, смотри, в драге победил я, в гонке победил ты, так что это прям честная ничья у нас. Да. Давай, едь ко мне. А, на финиш это никто ещё не доехал? Вон он, финиш-то. Финиш-то никто не взял ещё? Всё, я взял финиш, я финишировал. Я победитель, 400 долларов мои. Ладно, я шучу. Ребят, смотрите, ставьте лайки обязательно вот за такие крутые тачки. За то, что я нашёл тачку вот этот Бэтмобиль в пещере. Обязательно пишите комментарии, какая тачка по стилю нравится больше вам. Ну, мне кажется, все проголосуют за твою тачку, слушай. Конечно, это жизнь. Она прям, да. Она ещё, знаешь, такой костюмчик фиолетовый, фиолетовая тачка. Ну, слушай, вообще прям по стилю оделся. А также подписывайтесь на наши каналы, потому что Ден Грилла канал будет в описании. Всё, а с вами был Джел Ден Грилл. Всем до скорых встреч и пока. Так что всем пока, ребят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok